Пресс-конференция 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 прорыв с точки зрения развития туризма. У нас был запущен рейс Шпицберген, земля Францилосифа-Шпицберген. И благодаря этому рейсу у нас было рекордное количество туристов, более 1200 туристов. И на сегодняшний момент есть перспектива, то, что и на следующий год продолжатся эти же рейсы. И рост туристов, он точно так же будет позитивным. Плюс это привело к значительному снижению стоимости рейсов на землю Францилосифа, что является основным препятствием для массового туриста на земле Францилосифа. Также в этом году были выполнены очень масштабные работы, связанные с научной деятельностью парка. В этом году мы работали по мониторингу программ по мониторингу белого медведя, по мониторингу моржей, по мониторингу китов. И по результатам можно сказать, что этот год это год был год кита, можно было бы сказать, потому что в этом году было очень много встреч китов. И мы подтвердили данные о численности популяции борецоморской, шпицбергенской популяции гринвандского кита краснокнижного вида. То, что эта численность, она благодаря именно акватории федерального заказника земля Францилосифа, она активно восстанавливается. И кит пребывает в круглогодичном режиме на стационарных полоньях. Также продолжены работы по международному сотрудничеству с норвегами в рамках морского проекта Мартрек, по установке логеров и определению путей миграции арктических птиц. Тоже очень получены интересные результаты. Все эти результаты у нас будут опубликованы в отдельных статьях. И мы точно так же будем вас отдельно о конкретных результатах информировать. И хотелось бы отметить, были интересные встречи в этом году. У нас на нашей территории впервые была встреча с китом-горбачом. Это тоже краснокнижный вид. Значит, говорить про то, что это идет потепление климата или нет, это еще преждевременно. Все-таки ученые сделают свои выводы, проанализировав полностью ситуацию. Но факт есть факт. Кит-горбач был зафиксирован в этом году впервые на нашей территории. Также у нас из птиц впервые была встречена кряква. В целом этот вид встречается изредка на Шпицбергене. На земле Франца Иосифа он был встречен впервые, видимо, какими-то ветрами южными. Вот ей помоли залететь на эту территорию. Также из птиц у нас были встречены очень редкие для этой территории. Это золотистая ржанка, морянка, белощекая козарка. Для столь высокой территории это большая редкость. Отмечу, что относительно насекомых в этом году тоже был, я сам впервые наблюдал такое массовое скопление насекомых на земле Франца Иосифа. Это было обусловлено в первую очередь, конечно же, погодой. Погода стояла, можно сказать, аномальная. Порядка двух недель стояло солнце круглые сутки, не было ветра, и скопления комаров, они были видны невооруженным взглядом. Сам наблюдал. И, естественно, ученые провели работу, обнаружили дополнительно еще два вида комаров. Это зимние и грибные комарики. И точно так же по грибам у нас были обнаружены в этом году новые виды грибов. И в результате мы с 8 видов поднялись до 26 видов в целом по списку по макромицетам. Также по работам, которые связаны по ликвидации ущерба, у нас в этом году были они выполнены в полном объеме. Детальнее про это расскажет Александр Георгиевич. И то, что связано с охраной, с патрулированием территории. Также она была выполнена в полном объеме. У нас было организовано патрулирование всех туристических рейсов. У нас было организовано патрулирование непосредственно на островах, на местах. И в частности, где ведется круглосуточное патрулирование, где ведут свою хозяйственную деятельность гидромет, пограничники, Министерства обороны. На этих участках также ведется постоянное патрулирование территории. Ну, вот основные результаты этой деятельности этого года. Спасибо, Роман Викторович. Спасибо. Мы сейчас поговорим о ликвидации экологического ущерба. Это одно из направлений деятельности парка. Я передаю слово заместителю директора парка по охране Александру Кириллову. Александр Георгиевич, расскажите о результатах выполненных работ. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за возможность рассказать о выполнении одной из видов деятельности на национальном парке Русско-Арктика. В этом году у нас своеобразный юбилей. Ликвидация наукопленного экологического ущерба проходит уже пятый год. В этом году были проведены работы на острове Грэмбелл, на острове Ихейса и на острове Гофман на трех островах. На острове Гофмана работу мы начали проводить впервые, раньше мы работы там не проводили. На острове Грэмбелл мы продолжили работы, начатые ранее, в 2013 году. в 2014 году, к сожалению, мы не смогли провести работы на этом острове в связи со сложной ледовой обстановкой, проще говоря, лед вокруг острова так за все лето и не растаял. На острове Ихейса продолжились работы прошлого года. Всего было нами ликвидировано отходов на данных островах в общей массе более 8000 тонн. Около даже 9000 тонн, это 8800, если быть точным. Помимо этого, работы проводились также и на территории национального парка, на северной конечности острова Новая Земля, в бухте Поспелова и в бухте Натальи. Общая масса утилизированных отходов там собранных и вывезенных и уже утилизированных составила более 1200 тонн. Таким образом, с территории архипелага Земля Французьфа, с территории архипелага Новая Земля было вывезено более 10 тысяч тонн отходов различных. Сейчас отходы не уже переданы на утилизирующие предприятия, где происходит процесс уже их дальнейшей утилизации. Два года назад Госкорпорация Росгеология выиграла открытый конкурс на проведение работ по лепидации прошлого ущерба на территории архипелага Земля Франции Иосифа. Я предлагаю присоединиться к беседе Виктору Тищенко, директору Архангельского обособленного структурного подразделения Росгео. Виктор Федорович, дайте общую характеристику проведенных вами работ. Спасибо за предоставленную возможность приступить. Действительно, корпорации Росгеология повезло поучаствовать в таких работах, потому что это значимая работа, на мой взгляд. Работы на архипелаге Земля Франца Иосифа велись с 30-х годов. С 30-х годов очень много топлива завозилось, очень много продуктов, очень много бочек всего на свете, и никогда не вывозилось оттуда, потому что это считалось нерентабельным. Ну и сейчас второй год, в 2014 году мы приступили к работам, выполняли работы на острове Александры, Хейсе. Как уже сказал Александр, попытались зайти на Гримбелл в прошлом году, но в связи с тяжелой ледовой обстановкой не смогли этого сделать. в этом году мы выполняли полный объем работы, то есть мы выполняли полную задачу, которая была поставлена заказчиком Национальным парком Русская Арктика. мы зашли на все острова, выполнили работу в полном объеме. Вот. И что я хотел сказать? Достаточно сложная работа, тяжелая, достаточно ответственная, поэтому задолго до того, как приступить к работе, естественно, был составлен проект выполнения работ. Этот проект был согласован с Министерством природы, был согласован с Национальным парком Русская Арктика. Ну и все работы проводились в соответствии с этим проектом. Проект был построен в соответствии с международным правом регулирования вопросов экологии, с российским законодательством об экологии. Естественно, со стороны Росгеологии, со стороны Русской Арктики, со стороны нашего подрядчика, который занимался доставкой и проводил работы на этих островах. На островах находились представители, которые осуществляли контроль за выполнением работ. И все это делалось коллегиально, все это делалось совместно. То есть Русская Арктика определяла нам участки, эти участки оконтуривались и на этих участках проводились работы. То есть выбирались заранее наиболее опасные в экологическом отношении участки и чтобы избежать экологической катастрофы и экологических катаклизмов, на этих участках в первую очередь проводились работы. Что я могу добавить? Дело в том, что окружающая среда Крайнего Севера она такая чрезвычайно уязвима к антропогенному загрязнению. Считаю, что эти работы нужно продолжать. Будет это Росгеология или будет другая предприятие или другая фирма. неважно, но эти работы должны быть продолжены, потому что там еще огромное количество невыведенных отходов, неутимизированных отходов, очень много нефтешлама, которые нужно вывозить, сливать. В этом году мы в первую очередь естественно ринулись и проводили работы на Гренбелле, потому что там был очень тяжелый один экологический участок, который требовал вмешательства непосредственно дело в том, что происходит эрозия почвы, берега разбываются и часть бочек, часть отходов они уже находятся на береговой линии, их нужно незамедлительно вывозить, утилизировать и очищать территории. Ну, как я уже сказал, нам просто повезло поучаствовать в таких работах и на самом деле это очень полезная и нужная работа. Спасибо, Виктор Федорович. И мы пригласили для участия в нашей пресс-конференции исполняющего обязанности руководителя управления Росприроднадзора по Архангельской области Николая Ливанидова. Минувшим летом управление проводило плановую проверку национального парка. Николай Григорьевич, прокомментируйте, пожалуйста, результаты проверки, проведенной в июле. Уважаемые коллеги, конечно, в первую очередь действительно следует сказать, что такого рода плановая выездная проверка проводилась впервые в отношении Русской Арктики. Потому что в соответствии с федеральным законом 294-м мы знаем, что плановые выездные проверки юридейских лиц и предпринимателей проводятся не чаще, чем один раз в три года. Ну, тут так совпало, что учреждение образовалось прошло три года и мы уже на полном основании включили их в план проверок. Конечно, и раньше были выезды на территорию отдельных госинспекторов с отдельными заданиями. Мы, в принципе, знали и владели ситуацией, но, тем не менее, на основании закона планового это, конечно, было первый раз. Проверка проводилась с июля по сентябрь 2015 года, то есть этого года. Проверка проводилась по распоряжению департамента Роспреднадзора по северо-западу. Мы участвовали, таким образом, это была наша совместная проверка, то есть были привлечены силы и департамента, и силы нашего управления. Конкретно выезжали две группы, две группы разными путями, учитывая трудность попадания на эту территорию, посетили ряд объектов, те, которые были возможно посетить, были отобраны пробы, составлены акты, произведено фотографирование, то есть те все мероприятия оперативные, которые проводятся при плановых выездных проверках. Естественно, проверке предшествовала большая подготовительная работа. Уже, по-моему, в апреле мы собирались, определяли тот круг перечень вопросов, документации, запрашиваемые, которые необходимо нам было представить администрации парка. И считаю, что, конечно, те вопросы в рамках поставленных задач, они были выполнены в ходе проверки. Я скажу, что, согласно положению об управлении Росприотнадзора по Архангельской области, мы занимаемся контролем за функционированием и организацией работы особо охраняемых природных территорий федерального значения. То есть, мы не подменяем дирекции парка, они сами работают, занимаются, у них есть свой устав, вот, но, тем не менее, являясь, так сказать, территориальным органом Росприотнадзора, это за нами закреплено. И мы смотрим, как учреждения выполняют вот те природоохранные требования, как обеспечат экологическую безопасность на подвесном территории. Что можно сказать? Конечно, проверка не была направлена на поиск каких-то жареных фактов, нарушений. Мы, что там есть, так сказать, я уже поговорил, что мы ситуацией владеем. проверка, естественно, была направлена на то, чтобы определить вот объективную ситуацию, определить состояние дел по охране окружающей среды. Вот как здесь выступали передо мной предыдущие ораторы, уже было понятно, что учреждения выполняют большую природоохранную деятельность, большую научную работу. Кроме того, в последние годы, как вы знаете, очень большая работа ведется по ликвидации накопленного экологического ущерба. Это проблема не только для Русской Арктики, это проблема и для Архангельской области. У нас очень много этих участков, которые нам достались от бывшей воденной деятельности. А раз ведется хозяйственная деятельность, понятно, что здесь возможны какие-то нарушения, тем более в условиях вот такой ранимой природы, к которой им относится Русская Арктика. В рамках плановой работы и путем выезда и при анализе документации, которая нам была представлена, в общем-то были проверены все сферы деятельности, которые характерны для данного юридейского лица, то есть для Наспарка Русская Арктика. Это в первую очередь экологическое соблюдение экологического законодательства, обращение с отходами, выбросы в атмосферный воздух, соблюдение водного законодательства, земельное законодательство, то есть загрязнение и рекультивация земель, и также законодательство о соблюдении особо охраняемых природных территорий. Вот это в основном те все полномочия, которые на нас возложены, и мы их проверяли. В соответствии с законом, по результатам проверки был подписан акт и департаментом, и администрацией национального парка. Какие можно отметить недостатки или, скажем так, нарушения, которые были выявлены в ходе проверки? Конечно, прямо скажем, что для организации, которая существует всего лишь более трех лет, естественно, не могут быть отсутствия каких-то нарушений. В основном, я бы отметил, это связано с отсутствием разрешительной документации. Да, перед нацпарком стоят большие задачи, но, конечно, мы считаем, что разрешительная документация, то есть те неупреждения требований природоохранного законодательства, они должны быть в любом случае выполнены. нами отмечено, что отсутствие отряд разрешения документов в сфере водопользования, в сфере выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в сфере обращения с отходами производства и потребления, ну и при соблюдении земельного законодательства. То есть это выразилось в том, что, еще раз повторю, что отсутствие документов на сбросы, на выбросы, проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, отсутствуют паспорта на определенные виды загрязняющих веществ. Кроме того, имеется такое нарушение, как то, что не было на тот период лиц, закрепленных за соблюдением предохранного законодательственного предприятия и чаще должностных лиц, которые обязаны соблюдать экологическим законодательством, они не прошли специальное обучение. Не буду там говорить о тех конкретных фактах, то есть, я обозначил те проблемы, по которым мы выявили вот эти недостатки, но скажу, что ничего сверх такого естественного мы не обнаружили. Это все еще раз подчеркиваю свойственно многим юридейским лицам, а тем более здесь только что учреждение образовалось, и наша задача, конечно, состояла в том, что и помочь им организовать эту работу, наладить ее в соответствии с законодательством, без сомнения, что при истечении трехлетнего срока следующего будет очередная плановая проверка, надо убедиться в том, что да, определенные меры принимаются. По результатам проверки нами были выданы предписания, то есть, в соответствии с законом выдается предписание об устранении нарушений и устанавливаются сроки. В частности, по водному законодательству были предписания, значит, наладить производственный контроль за качеством забрасываемых источных вод в водные объекты, вести учет забора воды для эксплуатации упорных пунктов, острова здесь у нас указаны, разработать схему систем водопотребления и другие. Сроки предписаний обозначены это примерно начиная от февраля и кончая августом 2016 года. То есть, по согласованию с учреждением и учитывая те реальные сроки, которые необходимы для того или другого выполнения предписания, они устанавливаются. То же самое и предписания выданы в области охраны атмосферного воздуха, то есть, получить соответствующее разрешение на передвижные источники, на стационарные источники. Я бы сказал, что особенно, конечно, значительное количество предписаний, может быть, наибольшее количество проблем, это преобращение с отходами производства и потребления. Это проблема, которая характерна вообще для, в целом, для России, для области, для каждого конкретного предприятия, у которого образуются отходы. Здесь тоже самое, нами выданы предписания провести нейтрализацию отходов, разработать проекты нормативов, как я говорил, значит, провести обучение работников, допущенных к обращению с отходами первого, четвертого класса опасности, оформить паспорта опасных отходов и направлять соответствующую статотчетность, которая установлена стат органами, Росстатом. Здесь тоже сроки установлены в зависимости от степени выполнения, от проблем с выполнением до августа 2016 года. Скажу, что с тем, чтобы устранить излишние напряжения административные, как все говорят, административные барьеры, мы стараемся подогнать, установить сроки какой-то один, с тем, чтобы каждый месяц, да и для нас это тоже существенно, на предприятии не дергать, не выезжать, так сказать, или документарную проверку не проводить, то есть устанавливаем какой-то один срок. И, конечно, вопросы были и по плате за негативное воздействие на окружающую среду. Конечно, предприятие еще не смогло должным образом вписаться в эти приказы в закон об охране окружающей природной среды, который требует то, что природопользователь, который оказывает негативное воздействие на окружающую среду, он обязан вносить плату за негативное воздействие. Здесь мы тоже произвели определенные перерасчеты и тоже нами выданы предписания. Думаю, что к началу года учреждения, уже я знаю, меры принимаются, проведут необходимые пересчеты, представят расчеты в управление и плата будет внесена. Скажу, что по нашим расчетам эта плата не имеет никаких таких катастрофических глобальных значений. Что касается деятельности, что мы проверяли, это непосредственно Национального парка Русской Арктики. По результатам проверок, помимо того, что было выдано несколько десятков предписаний, были возбуждены дела административные, в частности, по статье 7.6 Кодекса об административных правонарушениях, это пользование водными объектами без разрешения, протокол направлен в районный суд, но сейчас у дирекции Национального парка имеется, так сказать, своя позиция по этому делу, и судебная пока судебная инстанция отменила наше постановление, не нашла состава правонарушения в действиях, ну, скажу, что, вернее, должностным лицом подана жалоба, и пока процесс идет дальше. Также протокол составлен был по статье 8.2 Кодекса, о чем я говорил, это нарушение экологических требований при обращении с опасными отходами производства и потребления в деятельности предприятия. Здесь нами вынесено постановление о назначении административного штрафа 100 тысяч рублей. Ну, по статье 8.41, то есть по плате, по несвоевременному нанесению платы, мы дело сочли возможным прекратить в связи с малозначительностью действительно там несоразмерности задолженности, несоразмерность штрафных санкций. Также пришло с нами дело по 8.5, то же самое прекращено по малозначительности, потому что то же самое та отчетность, которую предприятие представляет и обязано представлять, она, в общем-то, была представлена и состава здесь не усмотрена. Это, коллеги, что касается предписаний и административных штрафов. Ну, на данный момент скажу, что предписания находятся на контроле, дирекция с нами взаимодействует, постоянно представляет какие-то дополнительные материалы и эта работа и раньше, конечно, проводилась. И хочу сказать, что вот данная проверка независимо от того, что территория находится очень далеко, попадать туда сложно, тем более если группой, так сказать, с пробоотборщиками и все такие дела у нас находится на постоянном контроле. Думаю, что за этот период будем работать вконтакте, будем смотреть, будем подсказывать, ну и надо будет, будем поправлять, если есть необходимость. Надеюсь, что за этот период я обозначу его как трехлетний, выданные предписания будут выполнены и уже в следующий раз мы сможем констатировать, что экологические требования предохранного законодательства в значительной степени соблюдаются. Пожалуй, вот, что можно сказать по итогам проверки. Спасибо, Николай Григорьевич. Итак, наши спикеры высказались, теперь у вас, уважаемые журналисты, есть возможность задать вопросы. Пожалуйста, представляйтесь. Олег Мамович. Олег Мамович, у меня есть вам. Роман Викторович, вот на земле Александра сейчас ведется строительство военной базы, то есть это человек, аэродрома и так далее. Вы как-то отслеживаете эти работы, насколько они, есть ли опасность возникновения очередных вот этих отходов жизнедеятельности этой базы. И вот, наверное, тоже вопрос на плане Горича, то есть с точки зрения, то есть проводится ли проверка вот этого объекта. Значит, отвечу тоже на ваш вопрос. У нас на земле Александра в этом году специально уже второй год подряд функционирует в круглогодичном режиме опорный пункт для того, чтобы наша группа инспекторов могла круглогодично находиться на этом острове с целью контроля, так скажем, за территорией, в том числе и с точки зрения работ, выполняемых Министерством обороны. Значит, у Министерства обороны они работы ведут на законных основаниях, потому что земли все, вопросы земельные они все решаются. Вот, значит, и на сегодняшний момент там понятна четкая граница, где граница парка, ну, то есть, где граница заказника, где граница не особо охранения природной территории. Вот, наши инспектора контролируют, естественно, именно соблюдение этой границы, вот, в том числе при проведении работ. Представители Роспортнадзора в этом году были на земле Александры, вот, собственно говоря, мы по этим участкам также проехались. А на кого-то острова это не повлияет? Значит, поглядите, на сегодняшний момент подход Министерства обороны к общему строительству он кардинально иной, чем был в советский период. Это можно ответить даже невооруженным взглядом. Да, значит, они на сегодняшний момент используют совершенно другие технологии, которые связаны со строительством, которые связаны с энергообеспечением, которые связаны в том числе и с топливом. И они все это, естественно, строят и проектируют в соответствии с нормами природоохранного законодательства. Они точно так же их проекты проходят, насколько я понимаю, экспертизы. И поэтому говорить о том, что на сегодняшний момент там могут образовываться какие-то свалки, я бы так не стал говорить, потому что особенно относительно, если мы говорим бытовых отходов, это и мы со своей стороны четко контролируем, потому что и образование бытовых отходов там в принципе недопустимо, чтобы исключить, в первую очередь, конфликтные ситуации с белым медведем. Конфликтные ситуации с белым медведем, исключение их, мы тоже ежесуточно там контролируем, потому что это самая основная проблема на этой территории. И значит, наша задача, чтобы белые медведи остались в целости, невредимости и продолжали, потому что это их дом все-таки, в том числе земля Александра. И на сегодняшний момент, вот как по отчетам, период миграции белого медведя он уже прошел, вот, и в отличие от предыдущего месяца, в предыдущий месяц ежедневно встречались, были встречи, зафиксированы белым медведем на этом острове. Вот, сейчас уже практически месяц, и ни одной встречи не зафиксировано, потому что ледовая кромка, она отодвинулась от архипелага, и все медведи, они уже смигрировали на ледовую кромку. Значит, поэтому в целом сказать, что подход, он, конечно же, иной, в том числе и у Министерства обороны к работам. И мы очень надеемся, мы сейчас в тесном контакте, в том числе на уровне Министерства Министерства природных ресурсов, Министерства обороны, для того, чтобы эти работы максимально сделать экологически чистыми. Спасибо. Тут можно сказать, можно немножко дополнить в той части, что, вот как Роман Викторович говорил, работы идут с соблюдением требований экологического законодательства, что подтверждается косвенным образом то, что сотрудники охраны и режимного подразделения Национального Парка проверяют это дело. Но, конечно, коллеги, мы должны иметь в виду, что понимаем, что работы связанные с обороноспособностью нашей страны, вот, с военными работами, это особый вид работ. И, естественно, к ним предъявляются повышенные требования. Минобороны, безусловно, работают непосредственно с Минприродой Российской Федерации. Вот, мы, территориальный орган на территории области, естественно, выполняем и должны выполнять те указания, которые, естественно, исходят из высшестоящих органов. Это я к чему говорю? Я говорю к тому, что, безусловно, те экспертизы, которые необходимо проводить, они проводятся по закону, по инициативе самого пользователя, который занимается деятельностью, которая когда-либо в будущем окажет активное воздействие на окружающую среду, а уже и обращается он в Росприотнадзор. А Росприотнадзор поручает, допустим, проведение экспертизы нашему подразделению, в нашем управлении. Следует учесть, что просто так, как вы знаете, мы не можем так вот пойти и проверить, там назначить какую-то проверку, закон этого не допускает, запрещено законом. Но, уверяю вас, что если, скажем так, есть отклонения от какой-то деятельности, есть, поступят жалобы или что-то такое, тут независимо от каких-либо обстоятельств на основании закона проверка будет назначена. Но пока я бы сказал, что оснований для вмешательства управления в деятельность по подготовке и строительстве военных объектов у нас не имеется. Еще вопросы? Яна. Яна Боценко газета «Ханбиск». Роман Боциклович, поясните, пожалуйста, ситуацию с тем, что Татьяна Голикова заявила о счетной палате. Потому что там, как она сказала, бюджетные деньги растративаются в пустую. Вот об этом скажите. Да, спасибо за вопрос. Значит, счетная палата, она провела проверку Министерства природных ресурсов, в том числе, она проводила проверку документарную ряду особо охранения природной территории, в том числе, и нас они проверяли документарно. Значит, на сегодняшний момент могу сказать только лишь одно, то, что мы считаем, что наши все действия, они были абсолютно правильны. Объем работ выполнен в полном объеме, вот, то, что предусмотрено государственным заданием, и даже с перевыполнением. У нас на то есть подтверждающие все документы, все основания. И мы, в принципе, всегда открыты для любого рода проверок, мы всегда готовы обосновывать свою позицию. У нас есть подтверждающие на то документы, в частности, вот тому подтверждение, как говорится, даже есть какие-то недочеты, мы всегда готовы к их исправлению, потому что это сложная территория, в том числе, и вот по высказыванию Роспроднадзора, значит, по результатам проверки. Поэтому здесь надо быть просто-напросто объективными, вот, и мы готовы к любому роду проверки. Работы выполнены в полном объеме, то есть ежегодно у нас на земле Франции Иосифа должно было быть выполнено не менее 8 тысяч тонн, работы всегда шли с перевыполнением этого плана. В целом, по архипелагу, да, на разных островах, но это уже было в зависимости от ледовых условий, от погоды, значит, и ограничивать, так скажем, исполнителя, привязывать к какому-то конкретному острову, это было бы, ну, неэффективным, неправильным, вот, на сегодняшний момент. Поэтому, как говорится, мы, может быть, как-то попытался ответить на ваш вопрос. Я немножко добавлю еще, ну, при проверке мы не вмешиваемся в хозяйственную деятельность предприятия, то есть мы по закону не имеем права, не даем ему никаких там указаний, там, как надо делать, вот, это дело специалистов, которые занимаются, то есть, контракты, хозяйственная деятельность, все это ведет администрация. Ну, скажем так, определенные данные, тем не менее, мы проверяли, из которых, тем более, вытекает какая-то информация по, скажем так, по обращению с отходами, проверяли, ну, и, несмотря на то, что проверка закрыта, сейчас у нас тоже самое есть несколько дел, которые мы еще ведем и не закрыты, ну, там информация пока получается, все, это в части вот этих моментов, поэтому, тут тоже насчет этого сказать мы ничего не можем, да. Спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста. подскажите, вот контракты на ликвидацию ущерба закончены в этом году, будут ли продолжены, в следующем году работы, на каких островах, архипеладах, ну, и объявлены уже конкурсы, суммы контрактов, предположить, максимально. Да, я на этот вопрос отвечу, значит, на этот год контракты еще не завершены, то есть, работы еще не дозавершены, сами физически работы они выполнены, на сегодняшний момент идет окончательная подготовка отчетов, сдача документов, подтверждающих факт и качество выполненных работ, вот, значит, только после того, как исполнителями работ будут сданы полный комплект документов, только после этого мы окончательно примем эти работы, вот, это то, что касательно контрактов этого года. На следующий год бюджетом, так как у нас перешел бюджет на годовой, бюджетом денег на ликвидацию ущерба оно не предусмотрено, вот, поэтому у нас на сегодняшний момент и госзадания, в госзадании этих цифр нету, вот, и субсидии не предусмотрено, вот, поэтому, естественно, мы не ведем пока что никаких подготовительных работ, но от себя могу сказать следующее, то, что по результатам, почему-то мы сейчас подводим результаты пятилетних итогов ликвидации, то, что в принципе основные экологически горячие точки на земле Франции и Осипа в течение вот этих вот пяти лет, они были более-менее закрыты, вот, то есть мы ликвидировали все объекты, которые были подвержены в береговой эрозии, вот, мы ликвидировали основные склады с нефтепродуктами, то есть те объекты, которые представляют из себя реальную экологическую угрозу, вот, в частности, как объект на Грэмбелле, да, если бы мы в тринадцатом году не выполнили вот эти работы, но была бы реальная экологическая катастрофа, мы сейчас посчитали это, которая могла бы привести по методике, считали Роспортнадзора, десятка миллиардов ущерба рублей, слава богу, это было сделано вовремя, вот, и вовремя предотвращено. В принципе, если деньги появятся, будут выделены, где планируете продолжить? Ну, на самом деле, значит, у нас есть понимание остатков, предварительное понимание, вот, то, что осталось на земле Франца и Иосифа, вот, и, конечно же, это и те острова, которые не были затронуты, это остров Рудольфа не был затронут ликвидацией ущерба, значит, ну, это самый, чтобы было представление, самый северный остров в целом в архипелаге, на котором имеется суша, самая северная суша Евразии, то есть, он достаточно труднодоступный остров, и, в принципе, значит, там объемы, они достаточно невелики по ликвидации, также, это, естественно, продолжение работ на Грымбеле, оно требуется, вот, и продолжение работ тоже небольшого объема на острове Гофмана, значит, на Хейса, на земле Александры, на, значит, Гукера, вот, можно говорить более-менее о том, что мы сейчас уже к последующему этапу приступаем, как вот на примере Гукера, у нас на этот остров после ликвидации ущерба уже активно ходят туда, даже в том числе иностранные туристы, которые, ну, сами отмечают позитивную динамику выполнения работ, вот, и только лишь положительными отзывами. Ну, и, конечно же, хотелось бы отметить о том, что все-таки сейчас по результатам пяти лет, прежде чем продолжать дальше работы, как это, по нашему мнению, кажется, необходимо выполнить геоэкологическое обследование, вот, в результате которого можно было бы подтвердить, как говорится, вот, объемы выполненных работ там на месте, вот, и установить точные объемы для того, чтобы дальше уже планировать, а какие же нужны для этого трудозатраты, вот, тем более, что уже практика есть, опыт есть, в отличие от начала работ, тогда ведь те было, вот, не рынка свыжившегося этих работ, не опыта не было свыжившегося, вообще, в целом, не то, что в Российской Федерации, в мире таких работ практически не выполнялось, ну, кроме как канадская Арктина, Арктика, Шпицберген, и то там, они выполняли совершенно с другим подходом, да, у них был и финансовый совершенно другой подход, вот, и временной совершенно другой подход, у них там не было экологической катастрофы, которая уже была у нас, то есть, они были в других немножко условиях, поэтому, так скажем, если будет планироваться, то мы будем настаивать на том, что все-таки нужно некое геоэкологическое обследование для уточнения, вот, на сегодняшний момент, уже оставшихся объемов. Спасибо. Будут ли еще вопросы к спикерам? Да, Олег, пожалуйста. Владимир Игоревич, если говорить о туристах, Вы сказали, что подешевел билет, скажем так, русскую Арктику, только сейчас находится, скажем, поездка среднестатистического туриста? Ну, поглядите, этот вопрос достаточно, он публичный, потому что Вы можете спокойно зайти на сайт, даже со ссылкой через наш сайт в разделе посетителям, там есть прямые ссылки на туроператоров, которые продают туры, и Вы там можете посмотреть конкретные стоимости. по-моему, там начинается от 7 тысяч долларов. Понятное дело, что это все равно достаточно большие стоимости, но и тем не менее мы сейчас ведем работу, связанную с уже постоянной работой и на уровне правительства, чтобы решение было, чтобы было на постоянной основе пункт пропуска, который можно было бы организовать сюда, прохода. А дальше значит работу, связанную с возможностью, потенциальной возможностью использования взлетно-посадочной полосы, строящейся взлетно-посадочной полосы в гражданских целях. Китайцы. Это не для кого ни секрета у нас по статистике. Статистика есть себя на сайте. И сразу же видно, что сегодня в процентном отношении больше всего китайцев. А русских изменилось сейчас? До 10%. Ну, курс доллара он сейчас покажет. В этом году динамика была где-то до 10% на среднем. прежнем уровне. Да. Да. Еще вопросы, пожалуйста, есть? Если вопросов нет, то мы потихонечку заканчиваем наш диалог. Уважаемые телезрители, вы смотрели прямую трансляцию пресс-конференции, посвященную итогам деятельности Национального парка Русской Арктики в 2015 году. Прямую трансляцию из зала информационного агентства Двинаинформ ввел телеканал ПС при поддержке АТК. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо. Спасибо.